Игровой сезон 2007-2008 запомнится не только как самый урожайный период за свое время, но и внезапной модой на крепкую мужскую дружбу в шутерах, причем в самых разных ее проявлениях. От понятного чувства локтя как в Герсу Вор, до ненависти в засос как Кевин Линч Дэдмен. Вот Кейн, крепкий мужчина лет 40-45 с помятым, небритым, обезображенным шрамом, лицом и глубокими морщинами на лбу. Когда-то он был обычным офисным сотрудником, но после того, как его маленький сын нашел дома пистолет и случайно вышиб себе мозги, жена устроила ему такую жизнь, что мучимый Союз Тикейн, бросил семью и исчез на 14 лет. За это время он успел стать наемником, вступил в могущественную криминальную организацию «Семь», предал и уничтожил ее верхушку и сбежал с чем-то очень ценным для «семерки». Но остаться безнаказанным ему не удалось. Власти США поймали его и приговорили к смертной казни. А вот Линч, довольно заметный тип, примерно того же возраста, что и Кейн. В очках, с высоким лысым лбом и длинными волосами сзади, может постоять за себя, но криминального прошлого, судя по всему, не имеет, зато страдает серьезным расстройством психики. Во время очередного приступа, будучи в беспамятстве, убил собственную жену, за что его также приговорили к смерти. Кейн и Линч впервые встречаются в черепном автобусе по дороге к месту казни. Линч успевает только сказать «Пригни голову, мля!», после чего автобус таранит, а героя спасают неизвестные в масках. Очень скоро выясняется, что спасли Кейна и Линча, нанятые бывшими членами «семерки» наемники. Оставлять Кейна в живых они в любом случае не собираются, но обещают убить его жену и дочь, если он в течение недели не вернет им то, что так неосмотрительно при кармане. А чтобы Кейн не начал заниматься самодеятельностью, к нему приставляет Линча, который должен отработать перед ними свое спасение. В следующие несколько дней Кейн и Линч успевают переделать столько дел, что ими гордился бы любой тренер по тайм-менеджменту. Они грабят банк, уходят от села с анджелесской полиции, устраивают налет на ночной клуб Токио, нападают на тюрьму и провоцируют массовое побоище между охраной и заключенными. Снова возвращаются в Японию, штурмуют небоскреб, дают урок японской полиции, принимают деятельное участие в гражданской войне на Кубе. Складывающие между ними отношения нельзя назвать дружбой, приобыченном в его понимании, но это и необычное партнерство по расчету. Линч психует материться, но все же слушает Кейна, признает его главенство, и судя по всему даже побаивается его. В свою очередь Кейн, одержимый спасением своей дочери, понимает, что без помощи Линча ему не обойтись. Будучи все время на взводе, Кейн и Линч практически постоянно общаются друг с другом исключительно напечатанным, а когда дело доходит до перестрелок, мат заменяет им почти весь лексикум. И это не синдром Тарантино, где мат исполняет функцию социальной дифференциации. Кейн и Линч истерически матерятся, потому что ситуация обязывает. Это не высоко художественный тарантиновский мат, которому сложно поверить, но за фигурными конструкциями, которого интересно следить, это малоприятная, но крайне правдоподобная истерика двоих мужчин, с которыми вы вряд ли хотели бы оказаться в одной комнате. Именно благодаря такой правдоподобности Кейн и Линч удались как персонажи. Такие живые, настоящие герои очень редко случаются в играх. Казалось бы, трудно симпатизировать двум отмороженным преступникам, но Кейн и Линч этой симпатии заслуживают сполна. Харизмы им не занимать, у Линча все-таки сохранились какие-то представления о долгой чести, а вот образ Кейна целиком зависит от игрока. В конце игры авторы дают возможность сделать моральный выбор, и от вашего решения зависит, окажется ли Кейн полный сволочью, или все же изменец своей скотской натуре, он потеряет при этом кое-что другое. Обе концовки крайне мрачные, но с явным намеком на продолжение. При таких героях Кейн и Линч можно было бы просто любить. Простить любой геймплей, но играть в него тоже очень интересно. В основе лежит генномодифицированный движок Hitman, что хорошо заметно по непроходимому тупому АИ, поведению оружием и естественной анимации врагов и NPC. Только в отличие от Hitman, стрельба здесь все-таки сделана по-человечески. Всю игру мы наблюдаем происходящее от литья лица, с возможностью крутить камеры как заблагорассудится, даже во время некоторых роликов. Для введения прицельной стрельбы необходимо зажать правую кнопку мыши, и тогда камера примастится на плечо героя на манер Gears of War. Индикатор здоровья отсутствует, о ранениях игра сигнализирует покраснением экрана и небольшим развитием изображения. Когда ранят серьезно, герой падает, звуки приглушаются, все вокруг заливается белым светом, а у него в голове звучат воспоминания ключевых диалогов. Согласно нынешней шутерной моде, заведенной Gears of War и Tom Clancy's Rave of Six Siege, парень на пролом считается чуть не турным тоном, и Кенен Винч следует этой моде прилежно, но к меру на открытые пространства высовываться не то, чтобы совсем нельзя, но нежелательно. Врагов всегда очень много, флотный тихий огня весьма высокая, так что долго под обстрелом не приживешь, приходится искать укрытие. Вдоль стеночки, вдоль стеночки, потом вон в той машине, потом за колонну, герои по нажатию клавиши действия моментально припадают к крутину, но в отличие от все той же Gears of War не приклеиваются к ним. Еще один шутерный тренд современности гласит, что в каждой экшен игре должен быть кооператив и возможность управления напарниками, и Кенен Линч этому правилу тоже следует, не укосните. Кооператив и вправду не безинтересный. Линч как персонаж получился даже ярче Кена, поиграть за него стоит хотя бы из спортивного интереса, кроме того, иногда бывают моменты, когда они действуют поблизости, но разобщенно. На те же самые события можно взглянуть с другой стороны, например, при ограблении банка Кенен поручает своему напарнику следить за заложниками и отбивать атаки полиции, но Линчу под действием лекарств вместо заложников начинает мерещиться копой, и он их убивает. Очень хорошее впечатление оставляет перестрелки, особенно на улицах города. В этом плане Кенен Линч легко дает фуру даже серии Том Клэнси с Кострикон. Хотя там, казалось, городские бои были на высоте, прежде всего в Кенен Линч больше масштаба. 10-15 врагов к ряду – это даже не проблема, а так серые будни, кроме вооруженных противников, вокруг суетятся толпы гражданских, обычно их раз в 5-6 раз больше. В результате перестрелки в оживленных местах превращается в натуральное месиво, но каждого убитого неприятеля приходится несколько случайных прохожих. Во-вторых, Кенен Линч берет высокие интерактивностью. В Гроу практически весь антураж, включая растения и машины, сделан из пули и взрывоустойчивого железобетона. Тут с этим намного лучше. Например, в любом автомобиле можно пристрелить колеса, разбить окна и искорежить корпус, после чего он взорвется. Визуально игра выглядит опрятно. Обычный такой Next Gen, зато дизайн и вправду отличный. Хорошо и герои, и сами уровни для своего времени. Побег от полиции, перевозивший Кен и Линча к месту казни, происходит вблизи аэропорта, где прямо над головой фланируют огромные овилай-лайнеры. Дочь японского Випа похищают из ночного клуба, где столько людей, что сквозь толпу приходится придираться в буквальном смысле этого слова. Штурм небоскреба Ретамото. Команда Кейна проводит под видом мощников окон, врываясь сквозь окно на черт знает каком этаже, когда возникает необходимость вызволить из тюрьмы некоторых врагов семерки, таких же смертников, как Кейн. А уж какой здесь звук? Оружие звучит предельно правдоподобно, не хуже, чем в Growl. Озвучка бесподобна на уровнях Max Payne. Музыка по большей части функциональна, но нареканий не вызывает. Яспер Кейт – основной композитор, игроконежный ремесленник. Марку держит. В нынешнем сезоне он успел засветиться везде, кроме Кенден Линч. Ни один крупный проект сегодня не обходится без применения вирусного маркетинга разной степени масштабности, и Кенден Линч не стал исключением. В этих целях был запущен блог, якобы от имени журналиста Питера Стейка, 17-летним опытом работы в горячих точках. В якобы блоге Як Питер начал публиковать все, что ему якобы удалось раскопать о Кейне и Линче, а также последняя новость об их приключениях. Благодаря ему стало известно, например, что настоящее имя Кейна – Маркус Адам, что его арестовали около года назад в Калифорнии. Действия происходят в наши дни. Благодаря анонимному звонку, что он причастен к грабежам банков по всему миру, военным переворотам в Африке на Ближнем Востоке, торговле оружием в Восточной Европе, мафиозным воинам в Японии, что на его счету гибли 25 человек в Венесуэле. Далее у Якова Питера идут записи о том, что ему угрожали, что он обращался по этому поводу в полицию, что 12 ноября блок якобы даже взламывали. Самое странное, что Кейнлин Линч получила на удивление прохладный прием на Западе. Если заглянуть, где аккумулируется рецензия англоязычной прессы, то увидеть можно, средний балл Кейнлин Линч колебится в районе 70%. Претензии выдвигаются при страны. Якобы герои игры такие подонки, что сопереживать им совершенно не хочется, и вообще слишком уж много, а не матеряться. Кейнлин Линч действительно не самые приятные люди на Земле, а диалоги, правда, регулярно напоминают сходку со смотрящим на районе. Но это жанр такой, и в рамках криминального. Боевика действительно регулярно напоминает произведение виртуозное. По нашим собственным наблюдениям, Кейна и Линча узнают и запоминают даже люди, предельно далекие от индустрии и про самую игру ничего не слышавшие, что говорит о многом. При этом, не надо думать, что эта игра держится исключительно на героях, сюжете и антураже. Это действительно крепкая, хорошая игра с внятной механикой. К тому же, это лучший криминальный экшен со времен Макса Пэна для своего времени. Особенно забавно, что в последний раз на эту тему в играх высказывался сам Тарантино с интерактивной версией Бешеных Псов. Куда смотрели же Эйда, создавшие себе игры, непонятно. Еще до релиза, право на экранизацию Кендель Лич приобретали компанию Lions Gained. Предпродакшен уже пошел, но когда начнутся съемки, и уж тем более, когда состоится предмер, до сих пор неизвестно. И согласно данному слуху, главную игру должны были сыграть Брюс Уиллис или Боб Торрентон. Но по сегодняшний день эта информация умалчивается. Большое спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал.